Торжественное вручение символического ключа. Центр уже в работе. С конца августа здесь появилось на свет 94 малыша. Перинатальный центр рассчитан на 130 коек. Здесь будут оказывать медицинскую помощь женщинам и детям из группы высокого риска, с угрозой прерывания беременности и различными патологиями. А им очень удобно. Условия на самом высоком уровне. Одноместные и двухместные палаты, отдельный душ и туалет, круглосуточная связь с персоналом. Все бесплатно по родовому сертификату. Очень долгожданная. Очень рада, что попала. Условия хорошие? Очень хорошие. А вы про родовому сертификату? Да. Самое современное оборудование. Есть и единственное в области. Врачи прошли специальное обучение. 10 родовых залов, 3 операционные, отделение патологии беременности, выхаживание новорожденных, отделение реанимации и интенсивной терапии. Здесь могут сохранить сложную беременность. Выхаживают малышей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов. Важно, что это сотни и тысячи спасенных жизней. Это совершенно другая мотивация для родов, для тех мам, которые, может быть, там сомневаются или которые опасаются о своем состоянии здоровья. Это совершенно другой уровень квалификации медицинского персонала. Самарский перинатальный центр сможет принять 5000 родов в год. Помощь будут оказывать пациенткам со всего региона. Центр построили за полтора года. 2,5 миллиарда рублей направили из областного и федерального бюджетов. Работа выполнена очень на высоком уровне. Мне есть тоже с чем сравнивать. Когда-то по прежней работе мы вводили перинатальный центр. Здесь многие вещи уже сделаны на более современном уровне. Очень важно теперь, как наши люди, персонал, как еще вот этот уровень технологий будут выдерживать и не только может выдерживать, а совершенствовать даже. Рождаемость в Самарской области растет. Работает государственная программа по снижению материнской и детской смертности. Это одно из приоритетных направлений в Самарском регионе и в России. По распоряжению федерального правительства Самарская область получила также 13 новых машин скорой помощи. Олеся Корецкая, Василий Колдашов. События.